Приехал на медосмотр, ушел домой пешком. В России будут лишать прав водителей, чье здоровье вызвало опасения у медицинского работника. Создать единую с системой здравоохранения базу данных предложила МВД России. Теперь сведения о недугах автомобилистов будут отображаться в реестре ГИБДД. С одной стороны, это снимет необходимость предоставления медсправки для получения или продления водительского удостоверения. С другой, про редит колонны автомобилистов, считают эксперты. Что предполагает собой законопроект? Ну вот, допустим, приходит человек за оказанием любой медицинской помощи. Зуб у него заболел, я не знаю, да, профосмотр на работе. И врач, который его осматривает, подозревает, что у него есть заболевание, препятствующее управлению транспортным средством. И врач обязан эти данные, то есть свое вот это подозрение, да, занести в систему, единую систему информационного учета. Без заказания диагноза он просто указывает, что есть некое заболевание. Эта информация автоматически попадает в ГИБДД, и ГИБДД автоматически приостанавливает действия водительского удостоверения. В этой ситуации автомобилисту остается одно – пройти специализированную медкомиссию и либо опровергнуть, либо подтвердить непригодность к управлению транспортом. На время прохождения диагностики садиться за руль будет запрещено. Согласно статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях, которое предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Законопроект владельцы авто восприняли неоднозначно. Не верится в это. Врач выявил, что плохое зрение. Направил на комиссию. Он прошел комиссию. Комиссия показала, что у него действительно зрения нет никакого. Не может он водитель. Только потом. Это ГАИ, лишение прав. Вот в такой конструкции еще может быть. Ну, автоматом. Я считаю, что если человек больной, он сам не должен садиться. Опасно. Опасны дороги. В целом я согласна с таким. Потому что это все-таки опасно, когда человек с таким серьезным заболеванием садится за руль. То есть здесь нужно быть уверенным. Он действительно в безопасности. Он отвечает не только за себя, но и за окружающих. Вполне согласна. Напомним, противопоказанием для управления транспортом в России признаны заболевания нервной системы, плохое зрение, алкоголизм и наркомания, дисфункция конечностей. Отказ от прохождения медицинской комиссии будет приравниваться к наличию диагноза. А значит, за ограничением последует самое настоящее лишение. Если гражданин и на этот раз проигнорирует закон, при первом же досмотре инспектора ГИБДД автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку, а водителю назначат наказание. Закон и проект еще на стадии разработки. Меры могут меняться, отмечают знатоки права. Но вероятность того, что в России согласно этим поправкам в марте 2022 года все же появится единая информационная система Минздрава и МВД, очень высока. Почти 10 лет МВД лоббировала эту инициативу. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.